На территории бывшего автогиганта ЗИЛ, где сейчас полным ходом идет строительство нового элитного жилого комплекса, еще осталось несколько цехов. Рядом с одним из них рядами стоит огромное количество новеньких блестящих пожарных машин. Именно здесь они и производятся, начиная с обычного листа металла. Для первого этапа подготовки к сборке и настройке у нас идет шлифовка и гибко деталей. Те, которые красятся, дальше соответственно в соответствии с технологическим процессом сборки и настройки. В конструкции будущей настройки применяются только алюминий и стеклопластик. Эти материалы легче стали, не боятся влаги и технологичны в производстве. Лазерная резка алюминия и производство внешних пластиковых панелей осуществляется здесь же на собственных мощностях. На данном участке производства мы здесь собираем шторные двери. Основа всей шторной двери у нас заключается в алюминиевом профиле. Прежде чем приступить к изготовлению шторной двери, мы в данном профиле вставляем пластиковые и резиновые прокладки. Для того, чтобы у нас шторная дверь гнулась и не пропускала воду в отсек. Потом профиль у нас нарезается в три типа размера двери. И в зависимости от номера двери у нас идет разное количество вот таких вот профилей. Соответственно самая большая профиль у нас 54 полосы. И в итоге у нас получается дверь прочная, в то же время лицо гнется, сворачивается и соответственно не пропускает ни воду, ничего. То есть процесс сборки комплекта шторных дверей от начала до конца составляет около четырех рабочих дней. Такая глубокая степень локализации вовсе не прихоть. Производитель борется буквально за каждую копейку себестоимости. А в свете последних экономических событий приходится прибегать и к импортозамещению. Усилия не прошли даром. Удивительно, но если сравнивать стоимости схожих настройок пять лет назад и сейчас, то они остались неизменными. Этого удалось добиться за счет снижения доли импортных компонентов с 30% до почти 80%. Причем этот процесс не останавливается. Здесь мы собираем подрамник настройки. У нас имеется два лонжерона под алюминиевыми листами и поперечные балки, которые скручиваются между собой, соответственно, болтовыми соединениями. И на этом болтовые соединения в таком креплении и заканчиваются. Начинаем приклеивать, именно приклеивать пол надстройки. Соответственно, применяем мы клей специальный для автомобилестроения. И все вот эти листы у нас крепятся на клее на данном. Процесс высыхания данного клея сутки, поэтому листы мы укладываем, специальными устройствами зажимаем и используем. Снизу у нас стоит увлажнитель. Здесь для склеивания данного типа клея должно быть, соответственно, процентное содержание влаги и, соответственно, температура окружающего воздуха. Тем больше температура и среднее количество влаги, тем, соответственно, процесс склеивания происходит быстрее. Рама здесь тоже оказалась неспроста. Как правило, срок службы автомобиля с шасси в среднем составляет около 7 лет. Однако надстройка может служить намного дольше, да и стоит она совсем других денег. Поэтому при такой схеме нет никакой сложности в том, чтобы снять надстройку со старого шасси и поставить ее на новое. Клеевые же соединения также на практике оказываются долговечнее болтовых и обеспечивают большую жесткость. Здесь мы начинаем уже, соответственно, строить настройку. То есть мы обустраиваем стенками, поперечными стенками, продольными стенками. Дальше устанавливаем водобак, который ставится в центре. Водобак у нас, соответственно, тоже применяется из материала, который допускает возить питьевую воду. В данном баке можно. И, соответственно, ставится насос. Потом, как установлены насосы и баки, достраиваются еще остальные стенки последние. И, соответственно, у нас настройка, согласно технологическому процессу, выдвигается дальше. Готовый каркас обрастает оборудованием, внешними панелями, электрикой и отделкой отсека для расчета. В частности, специализированными креслами, которые позволяют сидеть в полной экипировке, включая кислородные баллоны. Ранее на старого образца машинах лафетным стволом управлял человек, которому нужно лезть на крышу. Как правило, там это зимой, после пожара где-то подмерзло, замерзло. И это все было очень проблематично. В настоящее время данным лафетным стволом управляет уже командир машины, либо водитель, соответственно, от степени занятости, с помощью пульта управления. В случае аварии данным лафетом, так же, как по старинке, предусмотрены рычаги управления для работы им с крышной настройки. Дополнительно здесь у нас устанавливается ствол пенообразователя. Здесь у него имеется на передней панели фара подсветки, которая в ночное время очень хорошо подсвечивает местность. Соответственно, этой же фарой может управляться, как и целью указания для пожара. Ну а дальше происходит уже так называемая свадьба, в процессе которой надстройка устанавливается на шасси. Кстати, кабина самого автомобиля лишается задней стенки, и между надстройкой и кабиной монтируется магнитное соединение, которое позволяет объединить пространство кабины и отсека для расчета, но при этом оставляет возможность откидывать кабину для доступа к двигателю. Нашими инженерами для удобства была разработана уникальная дверь с уникальными ступеньками. Она, получается, вид лестницы имеет, и, соответственно, человек уже в полном обмундировании, имея вес более 100 кг, начинает спускаться по ней очень удобно и, соответственно, безопасно. Имеется также у нас здесь антискользящее покрытие и решетка с острыми кромками. Дальше мы видим шторную дверь, которую мы собирали ранее. То есть для открывания данной двери необходимо просто нажать на кнопочку замка, и она автоматически поехала наверх. Сразу перед нами появляется гидроинструмент. Применяется он для разжатия дверей в квартиру, гаражи и тому подобное. Соответственно, каждый инструмент имеет свой вес, и если достать легкие приспособления с места человеку легко, то, допустим, уже гидравлические ножницы, они имеют, соответственно, больший вес, и нужно как-то усилие. Соответственно, с нашего среднего роста возьмем метр семьдесят человеку, будет неудобно, и, соответственно, очень будет себя неуютно ощущать. Для этого, опять же, нами разработана откидная ступень, которая является и бортом автомобиля, и, соответственно, ступенькой. То есть человек подошел, наступил на нее, нагрузка допустимая на нее 250 килограммов, и, соответственно, может работать. Также у нас здесь применены полки поворотные, дабы экономить место, и, соответственно, размещение компактного ПТВ. То есть они у нас имеют два положения, первое и второе для удобства, на котором хранится. Для каждого производимого автомобиля составляется персональная технологическая карта с описанием комплектации и исполнения. Так что еще на стадии резки листового металла надстройка уже имеет своего владельца, под которого ее делают. Сейчас мы находимся на рабочем месте водителя автомобиля. Вот пульт управления системами автомобиля, управление маяками сигнальными. А вот тот пульт управления лафетным стволом, про который мы говорили ранее. То есть не надо выбегать наверх, на крышу лезем. Вот, элементарные кнопочки. Зеленое начало работает, красное конец работает. Здесь, соответственно, управление самим стволом. И вот легким движением руки можно видеть, да, в отражении в зеркале, в стекле, как ходит луч света. Нашего фонаря, о котором я и говорил. Несмотря на кризис, спрос на такую продукцию остается стабильным. Более того, объемы выпуска планируется довести до 300 машин в год. А пока что за последние пять лет из ворот этого предприятия вышло более тысячи спецавтомобилей на разных шасси. От Камаза до Мана.